Острая ситуация развернулась вокруг деятельности асфальтового завода на территории городского поселения Одинцова. Жители неоднократно жаловались на токсичные выбросы и шумные работы, которые не прекращались даже в ночное время. Здесь двойной контроль организован. С одной стороны, Меретин контролирует социальные сети и в режиме онлайн в ней эту информацию сбрасывают. И плюс сотрудники полиции тоже эту ситуацию контролируют. Я знаю, что периодически начальник должен выглядеть дежурный и эту ситуацию тоже мониторит. Значит, последний был провокационный звонок, что якобы завод работает на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, в пятницу или четверг. Информация эта не подтвердилась. И до настоящего момента завод не включает. Дармедянка завод не включает. Сейчас рассматривается вопрос о переезде асфальтового завода за пределы города. В ближайшее время и эта острая тема будет снята с повестки. Считаю, что с этим вызовом мы справились. Действительно, есть жесткие указания силового уголка и от нас, собственникам завода, без фильтров и без вот этого замкнутого цикла завод не запускает. Мало того, мы понимаем, насколько вредное производство, предложили собственникам этого предприятия перевести завод из Одинцова в другую точку. По всему району продолжается борьба с несанкционированными навалами мусора. Практически во всех поселениях организованы площадки временного хранения отходов и разработан маршрут дальнейшего вывоза мусора с территорий СНТ и ИЖС. За время работы штаба на территории Одинцовского района выявлено 58 свалок объемом 3000 метров кубических, ликвидировано 56 свалок объемом 2966 кубических метров. На 11.07 было не ликвидировано 9 свалок. По состоянию на вчера у нас не ликвидирована одна свалка, это свалка РЖД на территории железнодорожного переезда Жаворонки. С РЖД уже вышли на общение на уровень западного направления РЖД. Вчера я общался с заместителем главного инженера. Они пообещали эту свалку в течение двух суток убрать. Также на совещании рассмотрен положительный пример Ершовского поселения в борьбе с навалами мусора. Глава этой территории установил по всему периметру камеры и в режиме реального времени отслеживает все перемещения мусоровозов, что полностью исключает возможность завоза отходов в Ершовское, в том числе и со стороны Звенигорода. Особое внимание должны с вами уделить, взаимодействовать как раз с федеральными структурами, потому что именно здесь у нас зачастую и появляются провалки. Мы своими силами в нашей зоне ответственности справляемся быстро, эффективно и показываем результат. А там, где федеральная структура и на их землях, и прилегающих территориях, и в полосах отводов, там обычно провалы с точки зрения сроков и реагирования. Свою эффективность показали и засады, которые были организованы управлением ЖКХ совместно с силовыми структурами. Штрафы за выброс мусора в неположенном месте существенные, поэтому жители СНТ и частных домов стали меньше выбрасывать ТЭБО и охотнее заключать договоры на вывоз мусора. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.